К этому дню стремились пять лет. Сегодня стартует 27-я Всемирная Летняя Универсиада в Казани. Обратный отчет начался от 31 мая 2008-го, когда столица республики выиграла право стать и столицей студенческих игр. В этот день поставят точку в этом отчете и начнут писать историю новую о том, каким он будет. Программы мероприятий, маршруты, эстафеты, организация движения. Обо всем по порядку. Венера Мухаммедова. Этот день по календарю, хоть и субботний, у многих расписан. Первой искрой станет эстафета огня. Пламенное кругосветное путешествие завершается. Оно продлилось 359 дней. За несколько часов до церемонии открытия универсиада Огонь Всемирно студенческих игр будет находиться в стенах Казанского университета. Преодолел 45 тысяч морских миль, побывал в портах Европы, Африки, Америки, Азии. А в День студентов с Владивостока Огонь начал гастрольный тур по России. 6 июля огонь придет к нам. И я обещаю вам, что в Казани будет тепло. Ждем вас в Казани. Большое спасибо. Бигзу Рахмат. Его передавали из города в город. Из рук в руки. Он зажег не одну чашу. В Цитарстане его первыми встретили жители Бавлов. И вот, посмотрев на весь мир, яркий и горячий символ универсиады добрался до Казани. Сегодня эстафета выйдет на финишную прямую. По центральным улицам его принесут звезды спорта, политики, шоу-бизнеса, студенческие лидеры. Отправная точка в столице – деревня Универсиады. Стрелки сверят ровно в 10. И после небольшого приветствия факелоносцы отправятся в путь. На их маршрут стоит ориентироваться водителям. Движение будет ограничено на всей линии огня. От деревни Универсиады до Казанского университета. Пламя увидят на улице Мавлютва, проспекте Победы, Оренбургском тракте, Правобулачный, Батурино. Ограничения будут снимать поэтапно, по мере прохождения эстафеты. Первая часть продлится до полудня. Продолжение в 6 вечера. Покинув ВУЗ, огонь устремится к стадиону Казан-Арена через Кремлевскую дамбу и Чистопольскую. Финальной точки огонь встретят в 10 часов вечера. С эстафеты на бал. Факелоносец Александр Сладковский преодолеет музыкальный рубеж. В 3 часа дня он откроет третий международный фестиваль имени Рахманинова «Белая сирень». Будут и немыслимые скорости, и виртуозная игра. Стоит лишь взглянуть на афишу. В программе Денис Мацуев. Два громких имени Шаляпин и Нуреев вновь притянут звезд. В вечерней культурной программе открытие фестиваля нового для Казани форума. В 18.00 на сцену театра имени Мусы Джалеля выйдут порги и без Джорджа Гершвина. Драматическая история предстанет в концертном исполнении. В главной партии бритон Кевин Шорт. Он выступал на церемонии открытия зимних олимпийских игр в Нагана. Ночью будет не до сна. Сотни камер, тысячи спортсменов, десятки тысяч зрителей. Все они соберутся в одном месте в одно и то же время. Казан-арена станет главной ареной исторического события. На старт всемирные студенческие игры выйдут в 21.30. С этого времени к стадиону в Казани будет приковано внимание мировой общественности. Над программой работали 5000 человек. Еще 4000 непосредственно принимают участие в шоу. Часть представления пройдет в формате 3D. Для этого зрителям предоставят персональные очки. Многим инициативным удастся увидеть себя на экранах стадиона. В бесплатном приложении для обмена фотографиями был создан хэштег. В финале церемонии организаторы обещают показать на весь мир снимки пользователей. Лица тех, про кого говорят. You are the world. Венера Мухаммедова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.